Добрый день. Уже в новом году начинаем наши брифинги. Прежде всего они дистанционные, с подключением журналистов онлайн. Итак, начинаем с графика министра иностранных дел России Сергея Лаврова. 18 января состоится традиционная ежегодная пресс-конференция главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, которая будет посвящена основным внешнеполитическим итогам года ушедшего, 20-го. С одной стороны пресс-конференция традиционная, с другой стороны пройдет она впервые в нетрадиционном для этих пресс-конференций формате. Она будет вся онлайн, она будет вся дистанционной. К участию в пресс-конференции приглашаются представители отечественных, зарубежных средств массовой информации. Анонс уже опубликован на сайте Министерства иностранных дел. Мы продублируем ссылку на этот анонс в тексте сегодняшнего брифинга. Аккредитация для представителей средств массовой информации, как я уже сказала, открыта со вчерашнего дня, продлится до 18.00 по московскому времени дня сегодняшнего, пятницы, 15 января. Есть и еще одна новелла, еще одно новаторство. С учетом ограниченных и технических, и временных возможностей пресс-конференций, ответы на вопросы, которые не прозвучали на пресс-конференции, я имею в виду те вопросы, которые мы не сможем принять по абсолютно естественным причинам, в первую очередь временным ограничениям. Так вот, ответы на эти вопросы будут позже представлены тем, кто их задавал. Поэтому, если есть желание на всякий случай подстраховаться, можно оставлять ваши вопросы или интересующие темы в соответствующей графе при заполнении заявку на аккредитацию. В этот же день, 18 января, после пресс-конференции, состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с высоким представителем генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизации. Он будет находиться с визитом в Москве. Одной из основных тем переговоров станет ход подготовки к проведению в России в мае 2022 года Межпарламентским союзом при участии Организации Объединенных Наций Всемирной конференции глав государств, парламентариев и представителей мировых религий по межкультурному и межрелигиозному диалогу. Мы приветствуем активное подключение Альянса к подготовке и работе Всемирной конференции, поддерживаем его участие во всех инициативах, которые направлены на достижение согласия между представителями различных этнических, конфессиональных и культурных групп. В рамках пребывания высокого представителя генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций в российской столице запланирована также его встреча в Совете Федерации, Федерального собрания нашей страны и с лидером российских традиционных религиозных общин. 21 января в Москве состоится традиционная встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с послами государства участников СНГ, которые аккредитованы в России. В ходе беседы планируется подвести итоги совместной работы в рамках интеграционных объединений на постсоветском пространстве в 2020 году, а также обсудить дальнейшие шаги по наращиванию многопланового сотрудничества в политической, экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также в области обеспечения безопасности. Запланирован также обмен мнениями по актуальным международным и региональным темам. 22 января в Москве состоится встреча главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии. В рамках беседы предполагается сверить часы по обширному спектру вопросов двусторонних отношений в контексте реализации договоренностей, которые были достигнуты 30 октября 2019 года в Будапеште в ходе переговоров президента Российской Федерации с премьер-министром Венгрии. На поездке дня также обсуждение практических аспектов выстраивания двустороннего диалога, взаимодействия по преодолению коронавирусной инфекции. Состоится обмен мнениями по ряду актуальных международных и европейских тем, включая проблематику регулирования внутриукраинского кризиса, обеспечения языковых прав нацменьшинств на Украине, а также ситуацию на Ближнем Востоке вокруг Нагорного Карабаха. А 26 января министр иностранных дел Исламской Республики Иран будет находиться в Москве с рабочим визитом, в ходе которого состоятся его переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Предполагается продолжить обмен мнениями по ряду актуальных международных вопросов, включая обстановку в районе Нагорного Карабаха, ситуацию вокруг совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, положение дела в Сирии, Афганистане, в зоне Персидского залива. Намечено обсуждение двусторонней повестки дня, в первую очередь у торгово-экономической составляющей в контексте реализации ключевых совместных проектов в области энергетики и транспорта, а также перспектив наращивания культурно-гуманитарных связей. Российско-иранские отношения продолжают активно развиваться, как вы знаете. Об этом свидетельствует интенсивный и доверительный диалог на высшем уровне. В минувшем году президенты наших стран четырежды общались по телефону. Несмотря на ограничения обусловленной пандемии новой коронавирусной инфекции между Россией и Ираном, поддерживаются регулярные контакты, в том числе по линии глав внешнеполитических ведомств, представителей парламентов, министерств, ведомств, а также деловых кругов двух стран. И переходим к актуальным международным вопросам. Честно говоря, тема, которая шокирует. Речь идет о регионе Центральной Америки. Целый блок тем с этим связан, но, к сожалению, посвященному будет не выстраиванию двусторонних отношений нашей страны со странами региона, а вмешательству в эти двусторонние контакты, а, лучше даже сказать, противодействию им со стороны Соединенных Штатов Америки. Итак, это вопиющий факт, конечно, противодействия гуманитарному сотрудничеству России с иностранными государствами, то, о чем я сейчас расскажу. Начинаем. В ноябре 2020 года на Центральную Америку, как вы знаете, обрушились сразу два урагана. Это и Йота. Они нанесли большой ущерб экономике непосредственно жителям этого субрегиона. И в этих условиях руководство Центрально-Американского парламента обратилось к нашей стране с просьбой об оказании неотложной помощи. В ответ правительству Российской Федерации было принято решение направить в адрес Центрально-Американского парламента средства на закупку фильтров для очистки воды с целью обеспечения населения пострадавших районов питьевой водой и предотвращения распространения опасных заболеваний. Однако, американский банк, непосредственно Ситибанк, он выступал в качестве банка-посредника при осуществлении переводов. Сначала задал массу уточняющих, как они сказали, вопросов. Интересовались некой дополнительной информацией. Особенно запомнился вопрос относительно того, что это такое за организация Министерства иностранных дел России, чем она занимается. А после двухнедельной проволочки вообще, в принципе, возвратил средства отправителю, то есть российской стороне. Мы, конечно, ожидаем от руководства банка разъяснения причин, принятое им решение, которое наносит колоссальный имиджевый удар по этой финансовой структуре. Мы рассчитываем также на соответствующий комментарий в наш адрес Госдепартамента США, который выступает борцом за права человека и помощь простым гражданам в тяжелых ситуациях. Мы считаем этот случай возмутительным. Это по-настоящему возмутительный пример преднамеренного, что важно, это важнейший аспект, преднамеренного препятствия со стороны США оказанию гуманитарной помощи нуждающимся странам. Мы не видим иных логических объяснений этому, кроме политики, применяемых Вашингтоном экономических санкций в отношении России. Со своей стороны хотели бы подтвердить нашим центрально-американским партнерам готовность к продолжению сотрудничества, в том числе в рамках диалогового механизма «Россия-Центрально-Американская интеграционная система», с учетом предоставленного нам статуса наблюдателя при этой организации. Будем действовать в этом ключе даже несмотря на искусственно создаваемые извне трудности. Но это не единственный удар Соединенных Штатов Америки по региону. По Центральной Латинской Америке и по гражданам этих стран. Вот еще одна новость абсолютно абсурдная. Неконструктивный шаг. Именно так мы восприняли сообщение о повторном включении Кубы в американский список стран-спонсоров терроризма, из которого она была исключена в 2015 году. О чем, собственно, эта информация? Это решение наглядно демонстрирует неспособность Вашингтона проводить последовательный внешнеполитический курс, который был бы основан на объективных реалиях и трезвых, выверенных оценках происходящего вокруг. Не то, что предполагалось услышать нечто, ну не знаю, хотя бы адекватное относительно регионов, о которых в Вашингтоне имеют достаточно смутное представление. Ведь речь идет о том регионе, которому непосредственно Соединенные Штаты Америки принадлежат. Связывает общая история, длительная, разная, сложная, но, по крайней мере, хотя бы эта часть всемирной истории Соединенным Штатам должна быть известна. Абсолютно одиозно смотрятся обвинения в адрес Острова Свободы в предоставлении убежища колумбийским повстанцам из армии национального освобождения. Последние, и это, кстати, признают в самом Госдепартаменте, прибыли на Кубу в рамках внутриколумбийских мирных переговоров. Получается, Гавану наказывают за ее усилия по содействию диалогу, мирному регулированию конфликта и национальному примирению. В такой своеобразной внешнеполитической логике, получается, ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Такая вот доминирует логика в Вашингтоне. В целом, США действуют в условиях коллективного неприятия мировым сообществом их кубинской политики. Это следует из итогов ежегодного практически единогласного одобрения антиблагатной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. А сейчас же в условиях пандемии коронавирусной инфекции Соединенные Штаты Америки дискредитируют себя в глазах всех, кто не понаслышке знаком с самоотверженной работой кубинских врачей в десятках стран мира. На этом фоне, если Куба и заслуживает включения в какой-либо список, то только пионеров международной бескорыстной солидарности и помощи. Мы рассчитываем, что решения США на кубинском направлении будут опираться на проверенные факты и отвечать подлинным интересам народу в двух странах. Кстати говоря, когда Вашингтон обвиняет Гавану в спонсировании террористов, разве это не есть тот самый фейк, те самые фейк-ньюс, фейковые новости, с которыми Соединенные Штаты коллективно как бы борются? Ведь это же ложь, это же неправда, которая была поднята или которой был предоставлен государственный статус. У этой лжи есть официальный статус, так как это политика, которую проводит Вашингтон официально. Ну и, так сказать, еще одна тема в этом же контексте, которую хотелось бы подсветить. В этом году исполняется 19 лет печально известной тюрьме в Гуантанамо. Несмотря на неоднократные ежегодные призывы международного сообщества закрыть, абсолютно позорный институт средневековых пыток, Гуантанамо продолжает функционировать и по сей день. Содержащиеся там заключенные по-прежнему находятся в полном правовом вакууме, и мне предъявляют обвинения, они лишены доступа к компетентному, беспристрастному, справедливому и независимому судебному разбирательству. Жестокое бесчеловечное обращение в этой тюрьме поставлено просто на системную основу, а бессрочность заключения и неизвестность дальнейшей судьбы также представляют собой скрытую форму пытки, которая приносит невыносимые моральные страдания как самим арестантам, так и их родным и близким. Не выдерживая ни человеческих условий, содержание и методов допросов, заключенные Гуантанамо умирают. Хотя истинные обстоятельства их смерти по-прежнему неизвестны. Принятые американские администрации антипыточные, вообще-то абсурдно об этом говорить в первые четверти 21 века, но приходится. Еще раз повторю. Принятые американской администрации антипыточные, законодательные и правоприменительные меры не могут рассматриваться как полное выполнение Вашингтоном своих обязательств по Конвенции против пыток 1984 года, которая ввела абсолютный запрет на пытки. Мы сожалеем, что власти США до сих пор не предприняли реальных шагов по привлечению к ответственности лиц, включая занимающих высшие государственные должности, которые причастны к связанным с пытками преступления. Может быть, американским законодателям разработать акт Гуантанамо и начать по нему привлекать к ответственности своих же американских чиновников? Как вам такая идея? Исходим из необходимости незамедлительного и беспристрастного расследования всех фактов чрезвычайной выдачи, секретного содержания, применения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинства видов обращения, совершенных в том числе под предлогом борьбы с терроризмом. Считаем недопустимым сохранение безнаказанности всех причастных к таким преступлениям. Мы выражаем надежду на то, что новая администрация США выполнит данные в свое время Вашингтоном обещания и незамедлительно закроет в тюрьму Гуантанамо, предоставит ее заключенным доступ к справедливому, независимому и беспристрастному правосудию, проведет необходимые расследования и привлечет всех виновных, в том числе занимающих самые высокие государственные должности, к ответственности за санкционирование, попустительство и участие в тайном содержании под стражей, произвольных арестах гражданских лиц, пытках, ненадлежащем обращении и применении допросов с престарацией, в том числе под предлогом борьбы с терроризмом. Еще раз обращаюсь к американским партнерам. Как вам акт Гуантанамо в отношении самих себя? Подумайте. Еще несколько тем, связанных с Соединенными Штатами Америки, в данном случае уже исключительно в контексте наших двусторонних отношений. Увы, не позитив. Но не прокомментировать не можем, потому что с удивлением ознакомились с опубликованным 13 января с заявлением Госдепартамента. Оно было приурочено ко дню российской печати. Оно содержало очередную порцию критических комментариев о несоблюдении прав журналистов, представителей НПО в нашей стране. Уже прокомментировали это вчера, сделали это открыто, честно. Показательно, что обращение было записано представителями Госдепартамента исключительно на русском языке. Нет английского варианта. Но мы восполнили этот пробел. Мы перевели этот текст с русского на английский. Американская аудитория должна знать, чему их чиновники, чиновники Госдепартамента, получают другие страны мира. Знаете, почему это интересно? Потому что это противоречит ровно тому, что американские же чиновники и политики совершают на своей собственной территории. Вот ровно поэтому это обращение было записано исключительно на русском, без поддержки на английском языке. Еще раз говорю, английский перевод готов. Можете с ним ознакомиться. Я имею в виду американских журналистов. Поверьте, там много интересного вы узнаете. В том числе оппозиции Соединенных Штатов Америки в отношении прессы. Удивительный материал у меня. Следующий. Он называется, его заголовок таков, наши эксперты подготовили. О твитах госсекретаря США Помпео относительно российско-американских отношений. А то есть Помпео еще не заблокировали в твиттере. То есть он еще может писать что-то, ретвитить. Да хорошая новость, кстати говоря. Теперь уже вернемся к теме. Я хотел бы сказать, что мы не раз отмечали, что отношения между нашей страной и Соединенными Штатами Америки являются, к сожалению, заложником внутриполитической и межпартийной борьбы в США. Рассказывали, привозили конкретные примеры. Но целая серия антироссийских твитов от госсекретаря США это очередная попытка уходящей администрации, я так понимаю, подсветить свои успехи на ниве разрушения двусторонних отношений и обслужить внутреннюю потребность тех, кто выступает за дальнейшее ухудшение в взаимоотношении с нашей страной. А возможно, эта попытка, пока не заблокировали, написать что-то яркое и запоминающееся. Не могу этого исключать. Мы согласны с господином Помпео, что нормализация диалога за прошедшие четыре года с Соединенными Штатами Америки так и не произошло. В Ашентонии даже успели записать нас в разряд, цитируя словно, «врагов Америки». Недружественные и деструктивные шаги США направлены на углубление кризиса в двусторонних делах включали и введение разнообразных антироссийских санкций и фактически слом всей существовавшей архитектуры контроля над вооружениями, и запугивания, и угрозы, и просто какие-то абсурдные заявления и многое другое. В итоге, с сожалению, приходится констатировать, что с администрацией Трампа путей улучшения наших отношений найти не удалось, но не по нашей вине. Как результат, были заблокированы любые позитивные сдвиги в российско-американском сотрудничестве. Подтверждаем, что вести разговор с нами языком угроз и запугивания с целью добиться односторонних уступок бесперспективно, контрпродуктивно. Мы осознаем риск для возможной дальнейшей деградации ситуации, однако выбор в данном случае с американцами. Мы считаем, что для начала нужно прекратить манипуляции общественным мнением самих Соединенных Штатов Америки, остановить кампанию русофобии, которую активно проводят среди американского народа, и, конечно, перекрыть этот поток фейк-ньюс в отношении нашей страны, который активно спонсируется и лоббируется определенной частью американского политического истеблишмента. Со своей стороны, остаемся готовы совместно обсуждать накопленные раздражители, если у Вашингтона появится такой здоровый интерес. Еще одно высказывание госсекретаря США, которое необходимо прокомментировать, не потому что мы считаем, что нужно комментировать все, что говорит госсекретарь, или все, что говорит госсекретарь в отношении России, нет, это не так, а потому что тема действительно важная и по-настоящему международная, РСМД. Мы обратили внимание на его высказывание по тематике договора у РСМД, это высказывание было опубликовано 11 января в рамках подведения итогов деятельности уходящей американской администрации. Как я уже сказала, последние дни нахождения в должности представляются, с одной стороны, неплохим моментом для объективного анализа того, что было совершено, и, соответственно, для определения областей, в которых сменщикам предстоит дополнительно потрудиться, в том числе для выправления сложившейся ситуации. С другой же стороны, судя по заявлениям Помпео, повторю, покидающая свои посты американская внешнеполитическая команда по-прежнему не осознает результатов, итогов и последствий своей разрушительной деятельности в области контроля над вооружением и продолжает заниматься просто откровенной подтасовкой фактов. Итак, госсекретарь пытается представить слом ДРСМД, осуществленный под абсолютно надуманным предлогом, как чуть ли не эпохальное достижение администрации Трампа. Он утверждает, что развал данного соглашения укрепил безопасность Соединенных Штатов Америки, которые до этого проявляли, цитата, «глупость», так как якобы соблюдали договор на фоне, опять же, цитата, «российских нарушений» и, опять же, цитата, «разоружались односторонним образом». Это очередной набор пропагандистских мифов, который был создан в США в отношении ДРСМД. И лживость этих мифов неоднократно мы дозавуировали и демонстрировали, в чем же, собственно, неправда этих тезисов. Истинное положение дел и необходимая аргументация, подробнейшим образом представленная в профильном тематическом разделе на интернет-портале Министерства иностранных дел России, вновь мы включим ссылку на этот раздел в текст брифинга, дома провернуты, в том числе и вновь озвученные госсекретарем ложные утверждения. В частности, даны разъяснения по итогам реализации ДРСМД к началу 90-х годов, когда нашей страной было ликвидировано в два раза больше ракет, чем США, включая не подпадающие под согласованные в договоре параметры деятельности комплекс АК. Там также в деталях, я имею в виду в этом материале, разобрана ситуация с отсутствием каких-либо доказательств, так называемых российских нарушений. Рассмотрены вопросы, связанные с многолетним несоблюдением указанного соглашения Соединёнными Штатами Америки и блокирование Вашингтоном российских инициатив по запуску предметного и профессионального взаимодействия в целях урегулирования на взаимной основе встречных озабоченностей сторон. На данном этапе, когда в Вашингтоне меняется команда, мы не станем в очередной раз углубляться в историю наших разноклассей, США, в их детали в контексте ДРСМД. Однако хотели бы вновь призывать американскую сторону обратить должное внимание на российские предложения, которые направлены на предотвращение возникновения в Европе нового ракетного кризиса и недопущения нового витка гонки ракетных вооружений ВТР. Эти предложения по-прежнему актуальны. Применительно к европейскому пространству они изложены в частности в заявлении президента нашей страны по данной теме от 26 октября прошлого 2020 года. Мы рассчитываем на готовность новой администрации США сделать выбор в пользу конструктивного взаимодействия по этому и другим вопросам международной безопасности. И еще одна тема, традиционная уже для США, для администрации Белодомовской, обвинение в адрес России в связи со взломом якобы имевшим место со стороны нашей страны американских информационных ресурсов. Что я хочу сказать. Регулярно звучащие из США сообщения об атаках хакеров и, вероятно, как они это объясняют, вероятно российского происхождения на государственные, негосударственные информационные ресурсы США уже приобрели рутинный характер. Опубликованное от имени президента Трампа совместное заявление Федерального бюро расследований, Агентства национальной безопасности, Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры, а также Офиса директора национальной разведки, о якобы очередной такой атаке, свидетельствует лишь об одном. Уходящая администрация напоследок решила просто повысить ставки. Такое впечатление, что объединив сразу четыре силовых ведомства в клевете в адрес России, президент США пытается, назовем это своими именами, прикрыть спину перед демократами и их угрозой объявить импичмент. Мы не исключаем и дальнейшую игру уходящей администрации, а именно попытки, в общем-то, создать дополнительные препятствия для будущей администрации и помешать избранному президенту принять меры по восстановлению предметного диалога с нашей страной в сфере международной информационной безопасности. Мы хотели бы вновь напомнить американской стороне о заявлении президента России от 25 сентября прошлого 2020 года. Это заявление содержало в себе целый ряд комплексных предложений по возвращению к эффективному взаимодействию на данном направлении. Для урегулирования конкретных претензий мы призываем американских коллег не бросаться необоснованными обвинениями, ложными обвинениями, пользоваться официальными каналами обмена информации между нашими странами о компьютерных инцидентах. Напомню, этот канал был установлен в 2013 году, а также в 2018 году в России начал, как мы уже заявляли и подробнейшим образом информировали американскую сторону, начал свою работу Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам. На этот центр возложены задачи по обеспечению взаимодействия нашей страны с иностранными государственными и негосударственными игроками по данной проблематике. Россия, Германия, честно говоря, не перестают удивлять представителей официального Берлина, которые вновь отметились выпадами антироссийского характера. Опять Ахайка Масс, глава германского внешнеполитического ведомства. На этот раз в интервью агентства ДПА 30 декабря прошлого года обвинила нашу страну, цитируя, в блокировании всех предложений генерального секретаря ООН по реформе организации ее Совета безопасности. Это какой-то позор со стороны германского дипломата, потому что такие непрофессиональные утверждения не имеют ничего общего с действительностью. И странно, что он об этом не знает. А если он об этом знает, значит, это дезинформация. Итак, я хотел бы напомнить, что Россия последовательно выступает за выработку в рамках межправительственных переговоров такой модели реформы, которая пользовалась бы максимально широкой, а оптимально консенсусной поддержкой государств-членов. Гораздо более значительной, чем две трети голосов, которые формально необходимы. Мы неоднократно заявляли, что поддерживаем реформирование Совета безопасности ООН через расширение представительства в нем стран Африки, Азии, Латинской Америки. Также хочу напомнить германской стороне, что в нынешнем составе Совета безопасности ООН, в том числе его постоянного пула пятерки, наблюдается очевидная перепредставленность отдельных регионов, в первую очередь существующие в рамках ООН региональные группы западноевропейских и других государств, куда входят в том числе Соединенные Штаты Америки. Я понимаю, что вот эта перепредставленность, видимо, вызывает в ФРГ ностальгические чувства. Его хочется сохранить, я так предполагаю. Это совершенно не означает, что нужно обвинять в России в том, что она не делала и то, что она не думает. При этом усилия по приданию Совету безопасности более представительного характера, с нашей точки зрения, не должны отразиться на его эффективности и работоспособности. Продолжает упражняться в антироссийской риторике и министр обороны ФРГ, рассуждая в авторской статье в издании «Фокус», вышло это 10 января, о новых реалиях в сфере политики безопасности, она усмотрела прямая цитата «масштабное наращивание вооружения России у восточных границ НАТО», что якобы с ее точки зрения подтверждает важность и своевременность политики устрашения нашей страны, являющейся в интерпретации Минобороны ФРГ предпосылкой для неких договоренностей с позицией силы. Мы эту часть уже комментировали, но хотел бы сказать, что еще раз повторить, что с этой позиции министр обороны ФРГ нацелилось отстаивать по всему миру демократические ценности и права человека, способствовать мирному разрешению конфликтов, а также продвигать международные правила и даже принципы мультилитерализма, то есть с позицией силы будут прививать демократию. Интересный подход, новый, но новый, наверное, только для последних десятилетий. Ранее уже упражнялись некоторые страны в подобном, не получилось. Мы неоднократно указывали Берлину, опираясь в том числе на конкретные исторические примеры, на контрпродуктивность любых попыток с его стороны разговаривать с кем-либо, и тем более с нами, с позицией силы. Как мы знаем, Германия прошла через большую трагедию в XX веке, когда пыталась разговаривать с миром с позицией силы. В очередной раз хотели бы напомнить, что не Россия приближалась к границам Альянса. Подобные заявления просто глупые. Это НАТО, совокупные военные расходы, которые многократно превышают российский, вопреки звучавшим в 90-е годы обещаниям западных партнеров, провела две волны расширения на восток, наращивая военную инфраструктуру и активность у российских рубежей. Честно говоря, также выглядит достаточно странно поступающие регулярно от высшего политического руководства ФРГ сигналы, согласно которым Россия представляет собой угрозу для Германии. Это где такое было разработано и придумано? На основе каких-то таких фактов? Более того, такие оценки приобретают декатринально-директивный характер, как мы отмечаем, разжаясь в правительственных решениях и программах Германии. Еще раз повторю, чтобы подобные заявления мы не рассматривали в качестве фейков, можно было бы предоставить какие-нибудь факты. Хотелось бы, тем не менее, надеяться, что Берлине лучше раньше, чем позже, возобладает реализм стратегии, примитивно к нашей стране. А, со своей стороны, будем готовы к взаимоуважительному и откровенному диалогу СФРГ по самому широкому спектру актуальных международных проблем и двусторонних вопросов на основе взаимопонимания. Нидерланды и, как раз в данном случае, реальное спонсирование терроризма, на что, к сожалению, в США, видимо, не хотят обращать внимания. Называйте, как хотите, очередное проявление лицемерия, двойные стандарты, но мне кажется, это намного более серьезная уже тема. Так вот, не успел успокоиться скандал с оказанием Нидерландами помощи сирийским группировкам, которые подозревались в совершении противоправных деяний на территории Сирии, как вскрылись новые факты о финансировании Гагой террористов. Стало известно, что голландское правительство на протяжении многих лет оказывает материальную поддержку так называемой Сирийской ассоциации гражданского достоинства, в главе которой стоит один из бывших лидеров действующей в Сирии группировки Ахрар Ашшам. Показательно, что в самих Нидерландах ее члены осуждены за терроризм. Однако для министров иностранных дел и юстиции Нидерландов это не является препятствием для выделения денежных средств нидерландских налогоплательщиков этим военным преступникам. Почему-то указанная группировка не внесена в национальный перечень террористических организаций, хотя на этот счет есть вердикт собственного голландского суда. В то же время в прошлом году Королевство объявило о намерении начать разбирательство против Дамаска из-за якобы нарушений им, Дамаскам, своих собственных обязательств по Конвенции против пыток. Логика где? Это ли не очередное кричащее проявление откровенных, неприкрытых двойных стандартов и ужасающего лицемерия официальной гаги? Я могу ответить на этот вопрос? Да, это они. Только проблема уже не в риторике, не в демонстрации о логичности и действий наших западных партнеров и несостыковке их лозунгов с их практическими шагами. Вопрос в том, что они планомерно наносят удар по тому, что сами же строили, демократической системе. И, кстати, вопрос к американским партнерам. Когда вы объявите Нидерланды страной, которая пособничает и финансирует террористические организации, так как вы это сделали с Кубой? Еще одна тема. Мы обеспокоены серьезным ухудшением ситуации в области безопасности в Сахаро-Сахеле, так называемом треугольнике Лептако-Гурма на стыке границ Малинигера и Буркинофасо. Там наблюдается существенный рост активности многочисленных террористических группировок, которые аффилированы с ИГИЛ и Аль-Каидой. 28 декабря прошлого года в результате подрыва бронемашины в Мали, вблизи границы с Буркинофасо, погибли четверо французских военнослужащих. Потери Парижа таким образом с момента введения в Мали в 2013 году французского контингента достигли порядка полусотни человек. Этот теракт стал своеобразным ответом на осуществленную 24 декабря в районе Лептако-Гурма спецоперацию, в ходе которой были ликвидированы более 10 террористов. Буквально два дня назад многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали понесла очередные потери. От рук террористов погибли трое миротворцев. Все граждане республики Кодзиуар. 2 января в Нигерии в преддверии второго тура президентских выборов исламисты-радикалы провели крупный теракт. Они совершили нападение на две деревни. Они расположены, эти населенные пункты расположены поблизости от границ Смоли. Погибли более 100 мирных жителей, десятки ранены. 13 декабря 2020 года за несколько часов до муниципальных выборов экстремистами был захвачен и удерживался населенный пункт Тумур. Убито более 30 человек, сожжено около 800 жилых домов. Решительно осуждаем совершенные экстремистами преступления. Мы выражаем соболезнования и сочувствие родным и близким погибших. Незменно поддержим усилия, которые предпринимаются на региональном и международном уровнях по противодействию террористической угрозе Сахара-Сахельской зоне. Будем и далее оказывать необходимое содействие государствам региона в соответствующих вопросах, включая повышение боеспособности вооруженных сил, подготовку военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Мы продолжаем информировать вас о той поддержке и помощи, которую наша страна оказывает государствам в связи с пандемией коронавирусной инфекции и борьбой с ней. 5 января Россия на безвозмездной основе передала Республике Беларусь 300 наборов тест-систем и реагенты, произведенные Федеральным бюджетом учреждения науки Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». И хватит для проведения 30 тысяч исследований по диагностике COVID-19. Гуманитарный груз был доставлен специальным транспортом в Минск, в Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и социального здоровья. В церемонии передачи препаратов участвовали министр здравоохранения Республики Беларусь, его заместитель, главный санитарный врач страны и чрезвычайный полномочный посол нашей страны, Беларуси, Дмитрий Мезенцев. Ранее, в 2020 году, как вы знаете, в Беларуси передавались на безвозмездной основе 240 тест-систем и реагенты для проведения 24 тысяч лабораторных исследований, а также наборы респираторов и иных индивидуальных средств защиты. Мы вам об этом рассказывали. Оказывалось также содействие по возвращению беларусских граждан на родину российскими вывозными рейсами. Наша страна продолжит всемирную помощь братской Беларуси в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, в том числе через иммунизацию населения Республики российскими вакцинами, о чем вы также знаете. И тема, которая стала, к сожалению, визитной карточкой современной Европы, это разрушение памятников воинам-освободителям времен Второй мировой войны. В Польше продолжается война с мемориальным наследием. По решению польских властей был частично разрушен памятник советским и польским парашютистам. Он находится возле деревни Соколова в Великопольском воеводстве. С него удалили фамилии советских и польских воинов, ликвидировали надпись, которая увековечивала подвиг десантировавшихся в этом месте в 1944 году советских и польских солдат из действующих в Тулуу немцев десантно-диверсионной группы лейтенанта Ильишевича 1-й армии войска польского. Обычно то, о чем я сейчас говорю, совершается вандалами. И мы так и называем это акты вандализма. Сейчас я говорю о том, что делает официальная польская власть. Я не употребляю этих слов не потому, что подобные действия не подходят под данную квалификацию, а потому что мы даем шанс польскому правительству каким-то образом реабилитироваться. Насколько нам известно, сейчас решается вопрос, будет ли памятник демонтирован полностью или оставлен с некой новой обезличенной надписью. И то, и другое является нарушением российско-польского межправительственного соглашения от 1994 года о захоронениях и местах памяти жертв, войн и репрессий. Обращаем внимание Варшавы, что данный мемориальный объект включен в подготовленные совместно российской и польской сторонами в 1997 году перечень памятных мест советских защитников Отечества, павших на территории Республики Польша. Как мы видим в попытках переписать историю, вычеркнув из нее неугодные страницы, в Польше не останавливаются и перед тем, чтобы вместе с именами воинов Красной Армии стереть из памяти и имена польских борцов с нацизмом. Российская сторона требует от Варшавы соблюдения своих обязательств в мемориальной сфере и возвращения первоначального вида памятнику парашютистам. Но, к сожалению, Польша догоняет и другие западноевропейские страны, Чехия. Мы решительно осуждаем, совершенный 5 января в пригороде чешского города Острава возмутили акт вандализма в отношении памятника красноармейцам, которые освобождали этот регион в апреле 1945-го. Мы рассчитываем, что чешскими властями будут установлены личности виновных для привлечения их к ответственности, а также приняты исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов в будущем. Нельзя не сказать и о том, что произошедшее не оставило безучастной местной общественности. Ее представители также оперативно привлекли к совершенному акту вандализма внимание правоохранительных органов. В результате было возбуждено уголовное дело, муниципальные власти привели памятник в порядок. Украина. Такое впечатление, что она боится отстать от европейских партнеров вот в этих актах вандализма. Вслед за традиционными факельными шествиями О боже, мы говорим об этом в 1921 году в отношении Украины. Но да, именно так. Так вот, в начале января, по случаю очередной годовщины со дня рождения нацистского преступника Бандера, на Украине вновь имели место акты вандализма и надругательства над мемориальными объектами Великой Отечественной войны. 12 января вандалы не пощадили братскую могилу воинов-освободителей Херсона. Разбиты и осквернены 17 надгробий. Мэр Херсона заявил, что виновные будут выявлены и привлечены к ответственности. Хочется надеяться, что его слова не останутся пустым звуком, и ему позволят это сделать националисты. Напомним, что за период оккупации города было расстреляно и замочено 17 тысяч мирных советских граждан, в том числе детей. В лагере военнопленных погибло 40 тысяч советских воинов. В Германию было угнано свыше 15 тысяч жителей города и окрестных поселков. Издевательство над памятью воинов Красной Армии, которые отдали свои жизни в борьбе с фашистскими захватчиками и освободивших город от трехлетней оккупации, наглядно демонстрирует, чему привела политика так называемой докоммунизации, которая проводится Киевом последние годы. Попытки фальсификации истории, герризации нацистских приспешников на государственном уровне вылились в потерю просто моральных ориентиров в обществе, разгул праворадикальных группировок и ощущение полной безнаказанности, творящих бесчинство нарушителей закона. Мы осуждаем подобные варварские акции и призываем провести доскональное расследование и наказать всех виновных. Но начинать надо не с этого, начинать надо с осуществления настоящей ревизии собственной современной идеологии на Украине. А что же мы? Так вот, с нашей стороны мы делаем все возможное для защиты памятников, для защиты истории, непосредственно на местах, на земле и в историческом контексте. Но это не все. Я хотела бы напомнить о проекте Российского военно-исторического общества, и сейчас вам будут показаны слайды, которые называются «Места памяти». Так вот, все желающие граждане могут нанести на виртуальную карту информацию о советских мемориалах Великой Отечественной войны, включая и фотографии. Таким образом, вы сможете внести свой личный вклад в сохранение исторической правды. Особенно актуально это для стран, в которых наши памятники, наше наследие находятся под угрозой стихийного или государственного вандализма. Примеры я только что привела. В данной работе уже активно участвуют российские загранучреждения, посольства, генеральные консульства. Наши дипломаты действительно по-настоящему от души участвуют в этой акции. Мы призываем неравнодушных сограждан объединить усилия с нашими коллегами и обязательно дадим ссылки на этот проект в тексте сегодняшнего брифинга. Еще одна тема. 10 января в Таджикистане, в городе Турсун-Заде, состоялась церемония открытия первого в этом государстве Российского культурно-просветительского центра. Проект реализован по инициативе общественной организации российских соотечественников «Русская община» при поддержке посольства нашей страны и местных властей. Мы признательны таджикской компании «Толко» за предоставление помощи, в частности, помещения под центр на безвозмездной основе. В его оснащении также приняли участие посольства Российской Федерации в Республике Таджикистан, представительство Россотрудничества, 201-я российская военная база, представители бизнеса наших стран, общественное объединение «Душанбинская» и «Таджикистанская епархии Русской Православной Церкви». В центре функционируют кабинеты русского языка, литературы, математики, информатики, имеются художественные студии, читальный зал, библиотека. Дополнительно планируется организовать занятия для абитуриентов, которые готовятся к поступлению в российские вузы. И еще об одном очень позитивном событии. 11 января исполнилось 65 лет со дня установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Либерии, с которой наша страна поддерживает традиционные дружественные связи. Либерия – одно из наиболее примечательных в историческом плане государств континента, обязанное своим появлением потомкам, вывезенных в Северную Америку африканских рабов. Именно они решили вернуться на родину предков и создать собственное государство. Так, в 1822 году была основана колония свободных цветных людей, так называлась, получила через два года название Либерия. 26 июля 1847 года поселенцы провозгласили независимость Республики Либерия. Уникальность этого государства еще и в том, что оно смогло сохранить свою независимость во время колониального раздела Африки. В прошедший период наши отношения между нашими странами строились на принципах равноправия и взаимного уважения в интересах укрепления мира и стабильности на африканском континенте. Между Москвой и Монровией поддерживались политический диалог, развивались контакты. Мы прилагали усилия по максимально полному раскрытию потенциала сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной областях. Когда я говорю «мы», речь идет о двух странах. Значимым событием в развитии двусторонних контактов стало участие либерийской делегации во главе с вице-президентом страны в саммите экономического форума «Россия-Африка», в саммите экономического форума, который проходили 23-24 октября 2019 года в Сочи. И по итогам этих мероприятий были уточнены направления дальнейшего продвижения двустороннего взаимодействия в различных областях, включая энергетику и разработку природных ресурсов. Мы рассчитываем на поступательное развитие и в будущем всего комплекса двусторонних отношений и желаем народу Республики Либерии мира, процветания и благополучия. И еще одна тема, по-настоящему вкусная. Прошлый год ознаменовался успешным сотрудничеством федерального проекта «Гастрономическая карта России» с Министерством иностранных дел нашей страны и глав УПДК при МИД России. В течение прошлого года состоялись презентации региональной кухни от шеф-поваров и производителей участников федерального проекта «Гастрономическая карта России» с более чем 25 регионов стран. А в этом, в текущем, в 2021 году глав УПДК исполняется 100 лет. В рамках юбилейного года в партнерстве с «Гастрономической картой России» будет запущен ряд совместных проектов. Они призваны познакомить аккредитованных в Российской Федерации дипломатов из разных стран мира с гастрономическим и туристическим потенциалом нашей страны, с богатыми кулинарными традициями. Речь идет о народах, населяющих российские регионы. Так что порядка 190 вариаций различных кулинарных возможностей будет представлено. Мы активно тоже взаимодействуем с «Гастрономической картой». И я представляю, что сейчас испытывают журналисты, которые подключены к нам. И сейчас мы переходим к вопросу, потому что обычно в новогодний период и в период праздников мы устраивали здесь регустацию российской кухни. Сейчас все онлайн, поэтому что могу сказать? Ждите лучших времен. Я думаю, мы обязательно возобновим наши традиции. Но пока онлайн. Итак, переходим к вопросу. Да, пожалуйста, Москва-Баку. Мария Владимировна, здравствуйте. Еще раз с наступившим годом. И всех благ, хороших. Спасибо. Россия – главный посредник по Нагорно-Карабахскому регулированию. Об этом говорится буквально регулярно. Для них, для кого это не так. Москва на самых разных уровнях неоднократно указывала на то, что важно установление мира между обществом и международами на бытовом уровне, нахождение общих точек соприкосновения. Насколько возможна такая инициатива со стороны Москвы, как создание совместных площадок для диалога азербайджанской и армянской интеллигенции, представителей общественности, может быть, каких-то совместных мероприятий, гуманитарного такого созидательного характера при согласии Баку и Еревана, направленных на сближение. Спасибо большое за поздравление. Все взаимно. Мы всячески приветствовали бы налаживание прямого диалога между азербайджанской и армянской интеллигенцией, а также проведение двумя странами совместных мероприятий гуманитарного характера. На наш взгляд, подобные инициативы способствуют формированию атмосферы примирения, доверия, взаимопонимания, идут на пользу как азербайджанскому, так и армянскому народу. И, в принципе, всему региону Южного Кавказа, а значит, и Российской Федерации. Российская сторона, безусловно, поддержит такие гуманитарные акции, если Баку и Ереван продемонстрируют искренний настрой двигаться в этом направлении. Так, есть ли у нас еще вопросы? Да, пожалуйста. Здравствуйте, Мария Владимировна. Во-первых, поздравляю вас с праздником, желаю успехов и, самое главное, здоровья. И вопрос по итогу московских переговоров 11 января, прежде всего, речь идет о транспортном коридоре. Обговорены ли условия создания этого коридора? Например, кому будет принадлежать земля, по которой эта дорога как автомобильная, так и железнодорожная пройдет? Кто будет строить эту дорогу? Как Азербайджан гарантирует ее неприкосновенность? Таски, обязательства ее не перекрывать? Вы знаете, позволю себе немножко напомнить предысторию. В соответствии с заявлением лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, а именно пункт 9, разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Действительно, лидеры трех стран на саммите 11 января в Москве в развитии этих договоренностей уделили особое внимание обсуждению конкретных шагов по выстраиванию экономических связей, разблокированию коммуникаций и развитию инфраструктуры. Было принято отдельное заявление на этот счет. По итогам встречи в Москве, как вы знаете, создана трехсторонняя рабочая группа под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. Она должна собраться до конца этого месяца, а до 1 марта текущего года представить перечень и график мероприятий, предполагающих восстановление и сооружение новых объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для организации международных перевозок. Предполагается, что будут сформированы экспертные подгруппы по ключевым направлениям работы, которые и займутся решением предметных вопросов, в том числе тех, о которых вы сказали. Нет никаких сомнений, что реализация указанных проектов пойдет на пользу как армянской, так и азербайджанской стороне. В целом регионы Южного Кавказа будут обеспечены интересы всех государств, в частности Армения через территорию Азербайджана, будет иметь железнодорожный выход на Россию и Иран. Одновременно транспортные коммуникации соединят Азербайджан с Анахичеванью через территорию Армении. Есть ли еще вопросы у нас? Не вижу. Если, да, Болгария есть, будет задавать вопрос, нет? Если нет, то тогда я с вами прощаюсь. Все? Не будет больше вопросов? Тогда все, если вам… или есть. Ася, вы будете задавать вопрос, нет? Не слышу, не подключен звук. Нету звука. Я пока вас не слышу. Есть у нас звук. Не слышу вас все равно. Что-то можно сделать со звуком? А вы меня слышите, Ась? У меня вопрос к Ньюс Франц. Слышите меня? Кивните головой. Я тогда, так как у нас нету технической связи, я так понимаю, то я на этом тогда закончу брифинг. Если у вас будет вопрос, мы ответим вам просто индивидуально. Спасибо, всего хорошего, здоровья. До следующих встреч.